Доброе утро, друзья! Мы начинаем наш новый влог с нашей уютной парковочки. Сейчас залезли на газон, и Катя покажет. Я тут прикольнулся и сам себя подстриг. Первый раз в жизни. Получилось очень смешно. Спереди вроде ничего, а сзади, конечно, горшок. Ну-ка давай проходочку сделай, такой красивый. Давай поворачивайся. Нет, лучше ты сама. Ребят, сильно не угорайте. Нет, это против света. Давай вот так лучше будет видно. Ну что, приколдесно? Так, приколдесно, я тебя поправлю. Все, не придем домой. Не, все равно в одного ты я классно себя подстриг. Прекрасно. Да, я покажу погоду сегодняшнюю. Она у нас прекрасная. Вчера единственное было небольшой дождик. В два раза причем. А когда? Днем, помнишь, ты говорил, днем пока я поспала, немного поспала. Слушай, там он прям три минуты какой-то легкий был, а вечером сильный, да, зарядил. А вечером, когда мы хотели поехать кататься, да, дождик зарядил. И было 25 градусов. Вот проскальзывали комментарии, типа, друзья, а что вы все время так тепло одеваетесь вечером? На самом деле, если бы вы покатались на байке, то вы бы поняли, почему мы это делаем. Еще там на Кате, Корон, потом там более-менее тепло вечером. А на перевалах? Очень-очень холодно. Прям, правда, мурашки. И в шортах невозможно ездить в одной футболке. Хотя я вижу, туристы катаются. Но это, видимо, какие-то короткие поездки. Мы с тобой, если по два часа ездим где-то, то получается очень холодно. Плюс, ну, сами понимаете, скорость и все такое. По поводу влогов. То, что я вам говорил, пореже буду снимать. Короче, я не буду заморачиваться и буду вам показывать все подряд. Не хочу вам прям отдельно куда-то ездить, какие-то места показывать. Все, что будет происходить, то я буду показывать. Правильно? А то всем не угодишь тут реально, ребят. Начинаешь выкладывать. Снимайте побольше, как вы купаетесь. Снимаю. Потом начинается то, что я снимаю твою жопу. Ну, и типа поднимаю просмотры тем самым. Хотя мы просто купаемся. То есть специально я это не делаю. Рану часто показываешь. Это то, сё, пятое. Короче, всем не угодишь. Часто люди, которые здесь уже с ним у шлема, то я выгляжу как... Да ладно. Чупа-чупс. Все нормально. Люди, которые были на Пхакете, они очень часто любят советовать и говорить. Почему вы не побыли вот в этом ресторане? Почему вы не съездили туда? Не съездили туда? То есть весь путь, который они прошли, они хотят, чтобы мы его так же повторили. Но, ребят, каждый ваш путь мы не сможем повторить. И зайти во все рестораны, в которых были вы, во все места, ну, так не пойдет. Вот, наверное, все. Ну и плюс критика, конечно. Одному надо море, второму надо это. Ты взял себе PCX. Говоришь, вот, классный аппарат, мне он нравится, все круто. И тебе говорят, а возьми NMAX, а возьми там ADV-160, а возьми вот это, вот это. Ребята, он уже взял себе байк. Все равно, мне кажется, что большинству заходят наши видосы. У нас простенький такой лайфстайл. Мы не выделываемся, никому ничего не навязываем. Смотрите наши видосы, ставьте лайки. Ну, иногда там дизлайки. Пишите комменты, ну и мы погнали кататься. Самый большой минус вот этой держалки для байка дешманской, то, что приходится постоянно делать вот так, обратно ее задвигать, потому что во время пути все дребезжит и меня это дико бесит. Ну, даже когда в Вольво с тобой катаемся, если там бутылка воды какая-нибудь рядом или какая-нибудь конфета, я тебя все время прошу убирать, потому что вот этот скрипт меня прям раздражает. Господи! Все. Приходится тратить, наверное, на это говно. Снова приехали на Равайское побережье. Давайте вам покажу красоту. Вдруг вы соскучились? Вот такая у нас погодка. Ни единого облачка. Очень-очень круто. И сейчас с Катюхой мы болтали насчет того, что я так рад, что фундаментально выбрал правильную профессию. Ну, конечно, в кавычках, она не всем бы понравилась, потому что она достаточно сложная. Смотрите, мне не нужно с утра, когда мы жили в Москве, ну, не нужно было ездить в офис. Сейчас мы находимся в Таиланде. Я работаю удаленно. Это так круто, на самом деле. Я редко об этом думаю, но это очень круто. Причем, знаешь, мы сейчас в Таиланде, потом можем еще куда-то срулить. Даже если по России, да, куда-то покататься в другой город. Вообще без проблем. То есть ты меняешь локации, ну, у тебя не притирается взгляд. Ну, к одному и тому же, как вот мы, Серджио Пицца, дорога в центр и так далее, и тому подобное. И за дня в день все повторяется. Что хотел сказать? Ты скажи для новых подписчиков и для тех, кто еще не знает, кем ты работаешь? А, ну, я сто раз, конечно, уже говорил об этом. Это происходит примерно раз в 20 влогов. Я продакт-менеджер, менеджер продукты. Это айтишная история, можете легко загуглить. Все это понятно расписано, но если кратко, то это управление продуктом. У меня есть своя разработка, часть людей даже смотрят меня с работы. И чары, и мой разработчик Андрюх, привет, тезка мой. Вот. И, знаешь, я начинаю что-то иногда на стендапе. Стендап – это с утра мы собираемся каждый день и рассказываем о результатах работы за предыдущий день. Я что-то начинаю говорить. У нас первые 2-3 минуты софт-толк. Типа новости там. Я туда, я Андрей такой. Блин, я это уже видел. Ну, видосик просто взял да посмотрел. Вот. Так что это очень и очень круто. А парады огромные, смотри, красные. Блин, они, знаешь, какие болючие? По сравнению с пальцем с моим. Ну, он с нокоть твой. Да. Я не знаю, фокусируется ли GoPro на таком расстоянии. Один раз вот сюда меня укусил. Блин, у меня вот такая плюха была. Часа 2, наверное, отходила. Надо скинуть. Нет, вот так вот. Да. Вот, сейчас я покурю, немножко понаслаждаюсь видом, и мы поедем дальше. Ну, вы потом все равно напишите, нравится вам такой лайфстайл или нет. Я много болтаю, много показываю. Ну, нет какого-то заранее спланированного сценария, но мне кажется, это все равно интересно. И самое главное, вот люди многие не понимают, что это прекрасный архив, вот, введение Ютуба. Вот мы иногда, да, с тобой, хоп, Дагестан откроем, посмотрим. Я смотрела наши с тобой видосы, да, из Сочи. Я смотрела, думаю, блин, я уже забыла, что такое было. Прикольно, с точки зрения освежить память. Единственное, ты, может быть, слышала, сейчас опять замаячила, типа, Ютуб хотят закрыть. Но если закроют, я не знаю, наверное, в телеге буду вести канал. Ну, где же еще? Слить я смогу, тем более, сейчас мы в Таиланде находимся. Я даже не пойму, заблокировали его в России или нет. Потому что здесь все работает. Но просмотры шлепнутся, комментарии шлепнутся. Опять же, я ничего не зарабатываю с Ютуба. Вот как некоторые, знаете, тоже комментаторы пишут, типа, выкладываешь хрень там, или не показываешь нам это, то, пятое, десятое. Блин, я это все делаю бесплатно. То есть у меня заработок за январь 4000 рублей. Вот при этом я потратил сильно больше. Камеры, батарейки, ресурсы, хороший ноутбук. Это все стоит денег. И многие воспринимают это как должное. Но на самом деле, ребят, это еще одна работа, и я это делаю, потому что мне это нравится, правда. И когда кто-то пишет, типа, что я делаю что-то не так, или там не показываю это, это же не Netflix. Как бы, хочешь смотри, хочешь не смотри. И еще про Donation Alerts, про донаты. За последние 83 дня мне скинули, как ты думаешь, сколько? 20 рублей. 100 рублей! 100 рублей! Ссылка везде висит, но никто особо. Я при этом удивляюсь, некоторые блогеры собирают миллионы рублей. Обсирают всех, матом ругаются. А мне просто никто не скидывает. У меня, правда, ощущение, как будто подсветка вот тут включена. Не знаю, передает ли камера или нет. Ой, по мне красный ползет, быстрее скидывай его. Сейчас мы с Катюхой купим по банану, точим и поедем дальше. Да, конечно. 4 штучки маленькие. Вот я хочу. Can you have two banana? 4? Давай 4. А, for, for banana. А, ну тут целая связка полтов стоит. Эти маленькие за 40 лет. Хочешь? Они вроде неплохие. Или побольше? Давай вот эти. Вот эти. Ладно, всю связку берем за полтинник. О, ле. Окей, на. Каванкат. Каванкат? Я тоже буду сейчас. Они такие вкусные здесь, ребят, на самом деле. Это не фирмовые, здоровые, как у нас. Они почему-то ароматные. Помоги. Ну, таких я два, наверное, съем. У меня еще, ребят, что-то живот болит. Вчера началось. Я наелся конфет, блин, зря. Каких-то чипсов. Вот всякого говна. Чипси, печенье, конфеты на ночь, да. У меня что-то забарахлило. А они как будто концентрированные. Прям у них такой ярко выраженный банановый вкус. Ну, рыбку не хочешь? А, нет. Не знаю, мне вот стремно вот такое покупатель, все честно. Кстати, очень вкусный. И вообще не черненький, вообще прям идеальный. О, байк как у тебя был почти. Единственное, вон та вставка, да? У тебя другая была. И черненький банк ушел. Ну, ладно. Едем дальше. Да, я еще один клиент. Что хотел сказать еще? Сейчас прожую. Позавчера мы купили новые симки. Зашли просто в 7. Надо было сразу так сделать. В общем, но когда поехали в Вилломаркет, помните, я рассказывал. У нас симки стоили, тарифный план, 900 бат. И еще сто заплатили за сами симки. Заехали в 7 и взяли 300 бат. 350 бат. Да, 350 бат. При этом у нас тариф 500 мегабайт в день на скорости 5G. После чего снижается до скорости 10 мегабит. А у АИСа было 15. То есть не сильно быстрее, при этом в три раза дороже. Так что мы молодцы. Затупили что-то. Надо было сразу так сделать и все. Ничего, на ошибки хочется. Поэтому если... Да, и не платили мы за них. Поэтому имейте в виду. Просто пригоняйте в 7 и покупайте там недорогой тарифный план. Если у вас есть в отеле или в кондо интернет, то 10 мегабит чисто вот на аулке посидеть, полистать инстаграм или видосы на ютубе посмотреть, то вам хватит. А, ну да. Вот такой у тебя был. Как здесь наклейки всякие? Ну это такой он. Немножко подразъебанный. Я вон вижу ключ. Вот это все там подстертое. Вон там все, наклейка. Не знаю, какой у нее пробег, но выглядит он постарше. Ну как? Вкусные? Для четвертой я. Да и маленькие, конечно, вкусненькие. Там поставили рядом с ВИТОП. Очень крутое место. Я уже об этом говорил. Сходить обязательно. Я когда модельным занималась, у нас были уроки в диетологии. Я помню то, что мне говорили там, чтобы она усилена калорийная. Но мы с моделями были. Говорили, что нужно есть, по-моему, до обеда. До обеда? Да. Ну мы как раз до обеда едим. Сейчас нам можно все. Это когда я модельным была. Да и так у меня модель. Встроенная такая. Кто там что критикует? Вот прям я не знаю. У Катюхи фигура просто пушка. Ой, ты какой красивый. Привет. Передай привет. Ой, сразу надо от меня потереться. Да я не твой, Катей. Так, мы зашли сейчас. Пока еще не зашли, правда. Family Map. Интересно, есть тут музыка? Есть. Надо водички купить. Так. Big problem. Катюх. Че? А, вижу. Синга. 14 бат стоит. Че ты еще хочешь? Да. Че? Возьми орешки. А че, че, хочешь примерно? Я ищу кое-что. Скажи вслух-то. Котику, кочему, еду взять. Котику, еды? Где пакеты вот эти кошачьи? А, ты виска с тыми нашу, да? Ну, где-то того. Я чуть не вижу здесь, ребята. А, вон. Не, что-то, да? А, вот он. Да? Ну, купи ему пакетик, да? Какой-нибудь. Ну, этот прям для малышей. Прикинь, сейчас ему купишь, а он жрать не станет. Я его прибью. Может, вот это? Год плюс. Со вкусом рыбы. Делаю. И сейчас покорнешь. Какая ты добрая у меня. Пойдем с нами. Давай ему куда-нибудь втянет, втянет. Сейчас тебе вкуснятина дадим. Может, ему просто внимания не хватает, а есть он не хочет. Потому что он своим хвостом меня уже... Ты будешь это? Алло. Ну, насыпь ему. Открыть ее надо как-нибудь, наверное. Ну, что, Котеич, иди сюда. О, вкусняшка. Может, он просто стесняется? Приятного аппетита, Котеич. Видишь, какая-то молодец. А? Накормил и котика. Ну, ладно, давай, не будем отвлекать, потому что там будет 5 минут ездить. Водички взяли. Водички взяли? Как я и говорил, один минус. Если ты не берешь блок, ты нигде не можешь найти теплую. А? О, еще один приперся. Наверное, тоже жрать хочешь, да? Не знаю, черный подпустит этого белого. Тоже похалывать немножко. А, белый-то учуял. И мне чуть-чуть, и мне. Сейчас и белый похалывает. Сейчас, прикинь, еще один выплыл, где-то еще, еще. Наелся, Котик? Ну, посмотри на меня. Господи, я его лицо хочу заснять. Он все время идет ко мне. Все, Котик, мы не будем тебя с тобой брать. Ну, нет. Нам нельзя. Мы, понимаешь, в отеле живем. Да. Во время покатушки решила остановиться и показать вам цвет воды на Найхарме. Такой классный градиентный переход. Вот он, как бирюзовый. А где глубже, она темная. Очень, очень красивая место. Вот все-таки классно, то, что у меня рабочий день начинается в два. Можно вот так вот покататься, посмотреть на красоту. Заехали на Найхард. Давайте я вам покажу, сколько сейчас людей. И на всякий случай сегодня 19 января. Вот, можете наблюдать. Катюха сидит, что-то выкладывает. Как здорово ты загорел, а? Можно поднять? Полоска у тебя есть такая. Ну, ничего, тебе надо на балконе просто в неглиже полежать, и все будет хорошо. А сосочки залепить какими-нибудь штучками вот этими. Знаете? Шарю. Шарю. Так это дают же их в этой солярии. Да. Что, поехали дальше кататься? Да, поехали. А, во, я еще хотел добавить по поводу видосов. Мы решили с Катюхой. Вот сегодня я записываю видос. А. Да мне влажен салфетку, что за фигня? Я не знаю. Я тоже был обмазан. Как будто мазутом, но это мы уже стерли. Да, сейчас дам тебе салфетку. Так вот, продолжу тему по поводу видосов. Сегодня я записываю влог, завтра Катюхе. Для того, чтобы не было повторений. А в какие-то туристические места, крупные, в которые мы поедем, не знаю, будем далеко друг от друга находиться, либо как-то договариваться. Чтобы Катюхе отличался. Как ты свои мысли будешь записывать? Погласен. Чтобы вам было интереснее смотреть. Вот, поэтому вопрос решаемый. Поэтому все будет различаться. Залетайте опять же Катюхе на канал. И не забывайте подписываться на наши телеги. Они указаны в ссылках в описании. На самом деле, ты сегодня смотрел статистику моего канала. И я удивилась. 59% людей меня смотрят без подписки. У меня то же самое. Ребята, вы что? Подписывайтесь, подписывайтесь. Ссылки указаны в описании. Там и моя телега, и Катина. У Катюхи вообще в телеге гораздо веселее, чем у меня. Потому что у меня в основном имбеды к видосам. Ну, иногда я что-то выкладываю. А Катюха прям выкладывает то, что не попадает в видео. Поэтому обязательно давайте подписывайтесь и смотрите нас. Мы вроде никого не грузим. И все на лайте показываем. Хочу еще бананчик, Катюх. Я тоже. Дать? Да. Сколько? Один, два. Но они маленькие такие. Только один. Хорошо. Блин, крутой пляж. Самый любимый мой все-таки. Еще нравится Корон. То, что там песок хрустит. Но ехать до него далеко. Этот все-таки поуютней. Особенно вот та, правая часть, где камешки. Таиланд, это, конечно, великая страна. Вот никогда я на видео не говорил. Но она такая вот распиздяйская. И мне это очень нравится. Здесь, в принципе, не напрягаешься из-за того, что что-то происходит у вас негативное. Голова разгружается просто моментально. Сами тайцы, а не на чиле, на расслабоне. Это прям круто, ребят. Копите деньги и приезжайте сюда. Сейчас еще на Найхарне здесь найдем чувака, который продает кокосы. У Кати есть непреодолимое желание выпить кокосовый сок. И после этого молоко, правильно говорить. Все-таки они сок. И потом мякоть вот сюда есть, которая внутри. Да, надо, чтобы он разрубил, потому что неудобно расставать. Чтобы он разрубил, я буду ковырять мякоть. Да, это очень вкусно, только я и не знаю, как это сделать сейчас. Здесь посидим? Да. Если поковыряешься. Окей. А потом нам надо тогда будет съездить и покупаться. Я хочу в отеле это сделать. Мне надо тоже подзагореть. У меня все-таки вот здесь водительский загар сохраняется. Но уже намного лучше. Ну подними, просто покажи. Уже сравнялось под у меня недавно, что есть переход, но не такой резкий, как было раньше. Так, ну что, есть там чувачок-то с кокосами или нет? Там мороженое. У чувака там очки были, как у меня. Не, мороженое я не хочу. Обычно чувак с кокосами вот здесь стоит, но сегодня его почему-то нет. Ну что, мы сейчас пройдемся вон туда, чуть подальше, и посмотрим. И вот вам еще найхарно. Скоро людей уже будет тошнить. Хватит нам показывать найхарно. Покажите что-нибудь новое. Ну там очень много палаток. Может быть там? Ну давай, найдем, в принципе. Я вижу, там вывезли 99 бат какие-то коктейли. Может там рядом кокос? Может быть. Ну давай, давай, пройдемся, посмотрим. Ой, травой пакет. Да, да. Кто-то курит. О, молодая пара курит. Ой. А мы с тобой душнило, скучно. А мы с тобой душнило, да. Не пьем, не курим. Потонг не показываем. Да. Все слишком размеренно. Я даже... Ням-ням? А, ну... Нет. Слышишь, я даже если пойду на Банглэ Роуд, я вряд ли буду брать с собой камеру. Если я захочу потанцевать, я это буду сделать без камеры. Но мне-то кажется, это неудобно снимать еще. Нашли мы кокосы и у тайца тут смотрите какая колонка. Вот по сравнению с ногтем. Это слишком маленькая. Никогда таких не видел. Все удовольствие, как обычно, 50 бат стоит. Хотя я помню времена, слышишь, когда я только сюда приехал, они по 20 бат стояли. Ну, я вот смотрела чувака, который сейчас на Котинг-Пакете, и он показывает по 35 где-то. Не знаю, где он это нашел. Ну, это туристический пляж, поэтому здесь не будет дешево. Ну да, в каких-то местах все-таки будет дешевле. Тем более это кафе. Даже ресторан ужасный. О, давайте я вам еще покажу, сколько стоит, потому что вам интересна еда. Так, ну тут брекфаст. О, с дачи тебе принесли. Так, что же вам показать-то, а? Коктейль из креветок, 200 бат. Где у нас тут рис в ананасе? Вот, куриный салат в ананасе, 200 бат. Это, кстати, неплохо, вкусно. Смотри, кто даже свекольный суп есть. Слышь, Катюх? Куриный есть, 150 бат. Ты все хотела. Так, картофельный салат, 120 бат. Так, это у нас тайское все. Манго спайси, 80. Что-то еще есть. Такого интереса. А, ну вот, фрайдрайс, висшрим, 150 бат. Все тебе все сделали? Приятного аппетита. Подержи, пожалуйста. Кате, повезло, что кокос не ледяной, а прохладный. Потому что в прошлый раз мы брали, помнишь, да? Невозможно пить было. Делай фоточку. Такую красивую. На фоне пляжа. С рекламой АИСа 5G. Как раз то, что мы с тобой брали за 900 бат. Плюс 100 бат симки. АИС офигели совсем. Дорого, дорого. Дорого. Трумов подешевле. И причем скорость очень прикольная. Я забыл особенно сказать. И еще Wi-Fi, да. Wi-Fi. Ты возле любого 7-11 находишься, у тебя тут же подрубается скоростной Wi-Fi. Ну, примерно 150 мегабит. Чтобы вы понимали, здесь это очень быстро. Это, понимаешь, у нас симки в Москве. Помнишь, я показывал? 250 мегабит у меня на мегафоне. Здесь таких скоростей, естественно, нет. И стоит это в переводе на баты. 500 рублей я плачу. 250 бат. Причем тоже безлимит полный. Вот, мы сейчас посидим. Катюха это все допьет. Может быть, мне немножко даст? Конечно. И потом попросим разрубить. И ложку дать. Да. Катюха допила свой кокос. Я подхожу к этому тайцу и говорю, разруби. Ну, как бы, и дай ложку. Все окей. Пошел делать. А потом спрашиваю, ты любишь кокосы? Он такой, нет, я люблю пиво. Я такой, и дунай, да? И заулыбался, убежал. Ну, судя по музыке, которую он слушает, какой-то реги. Любит он, скорее всего, нарихуаночка-то. Тем более, я думаю, тайцы ее покупают гораздо дешевле. Ну, и находят где-то способ. Да, ну, наверняка, где-нибудь тут как сорняк ростой. Вот наш веселый тайец. Садикэба. Ну, все, катюнчик, счастлив? Счастлив, я давно хотела мякать кокоса поесть. Вкусненько? Очень. Хочешь? Да не, лопай. Ну, среди другая. Я же тебе говорила, что я пробовала только коричневые маленькие кокосики. Ну, где, как это, сухая такая, да? Сухая и толстая. А здесь тоненькая и такая, с близкой. А сейчас, ребята, ловите лайфхак. Вот представьте, что у вас есть маленький бассейн возле вашего конда. И вы хотите покупаться где-нибудь в другом месте. Да. Здесь точно не покупаться. Я знаешь, что хотел рассказать? Ладно. Здесь бассейн говно. Короче, открываете Google Maps, находите большой бассейн и едете туда. Даже если тайцы стоят на охране, как правило, фарангов в Беложопах они не проверяют. Я просто думал, покажу, сейчас там бассейн, я в нем купался. Вот просто я жил в одном кондо, там маленький бассейн был. Приезжал сюда, докупался. Все. Меня никто не дергал, не трогал. У нас очень хороший бассейн. Ну, а так далее. Как прикольно. Если вообще у тебя, допустим, нет бассейна, да, в твоем конде? Да. Пригоняешь. Просто карту прибли... О, я наступил в жвачку. Ненавижу, когда так делают. Че ты ржешь? Весело. Все пошло не по плану. И бассейн красивый не показал, и в жвачку наступил. Просто не хочу домой это нести. Очень жарко. И потом ходить, поэтому... Что мы дальше делаем? В принципе, у нас есть еще час пятнадцать. Мы можем съездить на Равайское побережье, вот с нашей стороны. Там побродить. Я тебе покажу. Виллу авиасенс, там граффити на стене. А потом можно искупаться по Барику. И я работаю здесь. Мы теперь по вечерам ставим байки сюда, потому что здесь закрытая территория, навес и не жарят сидений. Очень удобно садиться. Потому что припекает, вы даже не представляете как. Пойдем? Водички не хочешь попить? Котенчик мой. Конечно, попей. В следующий раз, наверное, сходим на Равайское побережье, которое с нашей стороны. Потому что стало очень жарко. Сейчас просто поднимемся на крышу кондора, который находится рядом с нами. Там прикольный панорамный вид. И сейчас все увидите. Ну, здесь опять же можно вот так вот многую прийти и покупаться. Никто вам ничего не скажет. Здесь, правда, байсик очень маленький. Но все равно он есть. А у нас лучше. У нас да. Здесь я жил на втором этаже. Я об этом рассказывал в каком-то влоге. Вот называется Равай в кондоминиум. Ну все, ребятушки, мы на крыше. Вот место, где мы едим. Оно чуть пониже. Ну и вот, смотри. Все видно. Класс? Да. Вон пальма, которую ты только что снимала. Вот. Тут можно даже вылезти и фоточку сделать. Кто-то стекло шлепнул. Смотри, какой отлив. Вот туда мы с тобой пойдем. Может быть, завтра. Уже на твой канал заснимем. Ты как? Прикольно здесь? Очень. Пойдем в ту сторону, еще подойдем. Позыкаем. Ты очень шустрый, подожди. Жарко, да? Я не то, что шустрый. Я просто тороплюсь, потому что у меня не так много времени. Было круто, если бы здесь был какой-нибудь ресторанчик, бассейн, гриль. Если бы здесь был басик, это вообще офигенно, конечно, с таким видом. Но увы, что имеем, то имеем. Вот дорога Равайская на Рыбный рынок. И вот там тоже море. Небольшая дынка есть. Вон Биг Будду видно немножечко. Не знаю, с GoPro видно ее или нет. Ну вот, примерно так здесь. Нравится? Угу. Пойдемте туда подойдем еще. Вот офисы авиасейлс. Вот там мы потом пойдем на побережье. И в ту сторону. Но это уже будет в завтрашнем влоге. В следующем, так скажем, у Катюхи на канале. И в этом Кондо я тоже жил. На третьем этаже. Там тоже можно подняться на крышу. Но там видок получше, чем здесь. Здесь немножко крыша вот эта напрягает. Загораживает вид на море. Но в целом все равно прикольно. Что, пойдем куб-куб? Ну, вернее я. У Катюхи какая-то вообще заморочь. Я не знаю, с чем связана. Она купается после бассейна. Потом приходит в номер. Я работаю. Она дрыхнет. Да, меня прям вырубает после того, как я на солнце позагораю. Немного покупаюсь. Прихожу в номер. Все. Я прям... Как ребеночек маленький. Маме. Я устала на солнце. Да. Ну, не знаю почему так. Ну, реально перегреваюсь, наверное. И все. И хочется спать. Нет, я знаю, из-за чего это. Потому что ты встаешь, не знаю, там, в 10 чем-то ближе к 11. Я иногда в 8.30 встаешь, чтобы покушать, приготовить. Вот почему я вырубаюсь. А ты нет. Потом ты днем спишь. И наоборот, вечером тебе охоту попозже лечь. А я уже спать хочу. Вот здесь. Открывай. Тут звук еще такой же. А нет, когда я закрывала. Во. Ну все. Погнали, пожалуйста, закрыть. Еще, главное, замок висит. Я думал, закрыто. А, фикция. Что, может, купим? 35 тысяч бат всего. Вот такая Мазда. Вот такая Мазда. У которой значок VIP. Ржавая, правда. Ну, ничего. Кто-нибудь все равно кушает. Если восстановить, будет вообще пушечная. Тачка очень красивая. Ты что там? Нюхаешь? Да. Аккуратно, аккуратно. Перевозят цветочки. Да, я вижу, вижу. Все, нормально. Едем. Едем, пацаны. Обрати внимание, как здесь посадили цветочки к дереву. Вот так вот. Ты думаешь, посадили? Да, да. Вот смотри, напротив каждого дерева такое. Да, ну да. Все, теперь у нас будет красиво. Ну, а кому? Тут как бы дорога только к нашему отелю. И вся стайка. Вау, beautiful. Не достал я вас показывать микромоменты? Надеюсь, нет. Вайф, чистый вайф. Наверное, поставят вот сюда. Здесь был постамент Будды. Его перенесли вот туда. Он теперь огромный такой. А тут маленький был. Что-то они тут порушили. Ну, ничего. Какой-то из них я вам покажу. Что тут соорудили. Еще по поводу Лазады темы. Мы тут с Катюхой хотели купить вот такие штучки от Clorans. Как это правильно называется? Возомля. И, к сожалению, тут оплата стояла по карте. То есть были еще какие-то способы оплаты. И я не знал, как же мне это все дело купить. Но в итоге получается классно. Потому что у меня сейчас симка TrueMove. Я могу в любом целом пополнить баланс. Так называемый TrueMove Wallet. И оплатить всю эту историю. Так что, Катюх, чуть попозже можно это сделать. Ты просто чоколадка, Катюх. Тебе уже все, не надо загорать. Да, все, прятаться от солнца. Что-то он как-то размазывается хреново. Много бахнуло. Нет, немного. То, что тебе надо. Часки. А еще я прорвал тебя купами. Да, я знаю, тоже тебя надо купами. Кто-то из виллы выглянул. Думаю, что происходит. Я записываю себе. А тебя нет. Идешь ко мне? Если я сейчас встану, то я буду без купания. Ну, ты завяжи его. Не могу. Сама не умеешь? Не. Ну, а в чем проблема? Или ты не хочешь? Надел подорачивайся чуть-чуть. Да не холодно. Это просто нагрев на солнышке. Ну что, классное у нас утро вышло? Ты доволен? Счастлив. Завтра твой канал будем вести. Да давай, давай. Я сразу прыгнул, и мне норм. Да все, все, Паде. Все, ставьте лайки, дизлайки, как я вам уже говорил. Все это весь влог? Да. За одно утро весь влог. Ну а что, я потом работать буду и все. Что я буду снимать? Вечером? Да, наш ужин при свечах, наверху, с ноутом, полицейским. Можем с полицейским? Можем на твой канал заснять? Нет. А теперь работать.